Друзья, с вами Питер Залмаев, приветствую вас. Да, спасибо, с вами был весь этот час мой коллега Сергей Паярков, мы благодарим его. Залмаев Интернешнл будет весь следующий час с вами в эфире. Друзья, опять-таки, напоминание, не забывайте ставить лайки, комментарии под нашими видео, смотрите, пересылайте всем своим друзьям, родным и близким. Количество подписчиков у нас растет, но хотелось бы, чтобы расслаблено быстрее. Друзья, сейчас у нас, если у нас уже есть гость, да, гость у нас есть, Мария Снеговая, моя давнишняя подруга, коллега. Мария в свое время преподавала, училась и преподавала на уровне доктора наук в Колумбийском университете города Нью-Йорка, где мы с ней, собственно, и познакомились. А сейчас Мария представляет, является научным сотрудником Института европейских, российских и евразийских исследований университета Джорджа-Уашингтона. Мария, приветствую тебя. Приветствую, Федор, рада видеть. Взаимно. Друзья, можно чуть-чуть поднять звук? Мария, ну давай начнем с такого просто. Вот 13-й день войны в Украине, как ты ощущаешь все это время? Как это проходит через тебя, даже вот просто на эмоциональном уровне? Ну, понятно, я, во-первых, хотела бы выразить, как россиянка, да, огромная, ну, извиниться перед Украиной за то, что моя сторона делает с вашей. То есть я, конечно же, всегда была против этого режима, но все равно ответственность свою и то, что мы не сделали достаточно, чтобы сдержать этого, в общем, монстра внутри страны, ощущаю. Вот, и, дорогие украинцы, простите, простите нас за то, что происходит. Ну, понятно, что мне просто неудобно, не совсем удобно говорить о своих эмоциях и чувствах на фоне того, что происходит в Украине, но вообще, конечно, все мы живем, вот я имею в виду, прозападных взглядов, либералы, российские, все живем в аду все эти несколько недель. Нам ужасно, во-первых, больно за Украину, просто невыносимо за друзей, конечно же, но мы все пытаемся помочь по мере там сил и возможностей. Вот, а второе, это, конечно, стыд, то есть то, чего, конечно, от отчаяния того, что ты ничего не можешь сделать, ты в ужасе от того, что твоя страна вытворяет, но абсолютно как, конечно, жители нацистской Германии в свое время, я думаю, ощущали те, которые не поддерживали эту ситуацию. Единственное, что я вижу в этом хорошего, это то, что, ну, насколько это можно называть хорошим. Действительно, режим путинский осознан миром, я думаю, сегодня как огромная угроза, вызов безопасности всего мира, США, которые долгое время там занимались, ориентировались на Китай, думаю, тоже теперь осознали именно путинский режим как основную угрозу. И вот эта вот совокупная работа Запада, координированная работа по сдерживанию Путина, санкции, все это гораздо лучше, чем то, что мы ожидали. И в этом плане, я думаю, что в долгосрочном плане путинский режим обречен. Но, к сожалению, сколько еще ужаса и ад он сумеет сотворить до того момента, и какой ценой Украина оплатит, наконец, конец этого режима, к сожалению, вот это огромнейший вопрос. Вот, но я еще раз как бы хочу сказать, что в данном случае мне просто неудобно говорить о собственных чувствах на фоне того, что испытывают украинцы, там, смотря на эти разбомбленные города, деревни и, в общем, весь этот ад и ужас, который творится в стране. То, что прорисовывается, если это можно назвать стратегией, это просто продолжение террора против украинских граждан, мирных жителей, запугивания. Сейчас поступает информация, что отряды ФСБ работают с, если можно так выразиться, оккупированными городами. Ну, вы видели кадры из Херсона. Оккупированными их сложно назвать. Дух граждан не сломлен. Но, судя по всему, Владимир Путин считает, что его опробированные методы контроля над доселением в Российской Федерации сработают и в Украине. То есть, я пока не вижу никакой, действительно, возможности Путину каким-то образом отвоевать hearts and minds украинцев. Если, собственно, мы уже видим эту зверскую операцию, которая бьет по русскоязычным частям Украины, в частности, Харькова. То есть, о чем тут вообще говорить о контроле над Украиной. Тем не менее, и Макрону, и Эрдогану, ты слышала о том, о чем они говорили, он продолжает утверждать, что все идет по плану, и Украина будет поставлена под контроль. Мария, ну, ты знаешь, ты очень серьезный аналитик, и ты студируешь все, что пишут, говорят другие аналитики, российские, украинские, американские. И знаешь, все больше и больше от них можно услышать то, что все-таки мы здесь имеем дело не с рациональным актором, когда мы говорим про Владимира Путина. Что ты скажешь? Да, собственно, основное, ведь, напомню, что, ну, я, так сказать, из США, находясь в США, отслеживала ситуацию вокруг Украины, и она напряжена, снова очередной виток напряжения начался где-то с начала середины ноября. Тогда все стали говорить о военной аналитике, что Путин что-то замышляет, вот он окружает Украину, армией, да, своей, причем такого характера выстраивания войск, что речь идет действительно о какой-то мощной военной операции. И на тот момент был очень сильный раскол между тем, что говорили вот западные военные аналитики и те специалисты, которые внутри политической России занимаются, особенно из России. Потому что, ну, все, как бы, понимали, что это в 21 веке задача оккупации соседней страны, которая в этой тем более вообще не хочет, она оказалась совершенно безумной. Все говорили, ну, это же безумие, как может Путин на такое пойти? Вот именно исходя из логики, Петр, которую ты обрисовал. Ну, мы видим, что ужас этой ситуации в том, что у Путина либо просто нету нормальных источников, да, он не понимает, что на самом деле происходит в Украине, причем уже очень давно. Меня вот лично пугает то, что не обновляется, что называется, информация. Ведь уже в 2014 году мы наблюдали попытку подорвать Украину. Вот эти вот попытки сепаратистские движения типа ДНР, ЛНР сделать по всей Украине и вот всякие подрывные акции террористического характера, всякие человечки там зеленые появлялись. Но это все провалилось. Тогда даже были уволены из администрации президента отдел там, несколько людей, которые занимались Украиной, что все восприняли, как вот Путин осознал, что он был неправ, он неправильно понимал Украину. И теперь как бы там будет некое изменение политики. И тут мы видим ровно то же самое, только еще удвоенное, утроенное, да, то теперь уже не зеленые человечки там анонимно, а просто марш-бросок с оккупацией армией. Непонятно совершенно, как они планировали осуществить этот успешный захват. Значит, это первая проблема. У него нету информации, да, адекватной. Либо, как Петр, ты сказал, речь уже идет не о вопросе там политико-экономическом, да, там политического анализа, а скорее психиатрия. И здесь, к сожалению, совсем тогда нам оказывается тяжело, потому что, ну, действительно трудно прогнозировать действия человека, который живет в другом мире, как говорила о нем Меркель. И тут элемент непредсказуемости возникает, то есть он не анализируется рациональными способами. Вот это большая проблема. Значит, я общалась здесь, находясь, в частности, в Восточной Европе, с рядом специалистов, которые отслеживают ситуацию, попыткой понять, вот как они видят, куда это все может идти. И представление там такое, что понятно, что всю Украину оккупировать не получится у Кремля, а те кусочки... Но проблема в том, что трудно будет также Украине отвоевать назад те кусочки, которые Россия, к сожалению, откусывает понемножку. И вот основной вопрос состоит в том, что, собственно, сколько удастся откусить от Украины Кремлю, хотя понятно, что даже в том случае, если откусят, какие бы жесткие меры они не применяли относительно населения, Украина это не Россия, Украина продолжит сопротивление, и оно будет происходить и из тыла, и из тех регионов, которые не будут оккупированы Россией, потому что, скорее всего, я еще раз повторюсь, все сходятся на том, что всю Украину не оккупировать. Это, конечно, кажется абсолютным безумием, но это та реальность, к сожалению, с которой мы имеем дело. Это, действительно, еще раз говорю, одна из причин, по которой, я думаю, Запад осознает существование режима и Путина, в России такого, и Путина в его главе, тем более, что еще с ядерным оружием, в отличие от Ирана, и даже в отличие от Гитлера, вот эта страшная мысль, что у Гитлера-то ядерного оружия не было, на секундочку. Это осознается как такая крупнейшая, думаю, угроза мировой безопасности на текущий момент, и я думаю, что будут разрабатываться способы, так сказать, решить эту проблему, я надеюсь. Да, ну, знаете, нельзя не говорить, что украинцы не предупреждали Путина. Несколько маршев, протестов, то есть в поддержку Украины, в поддержку своей страны проходили в Киеве, люди шли и скандировали. Украина ченыты мы опер, Украина будет сопротивляться. Ну, поражает все-таки, как человек из ФСБ, из органов, окруженный таким количеством разведок, мог так просчитаться в плане духа украинцев воевать за свою страну, даже на русскоязычных территориях. Понимаешь, и в результате Россия была выставлена на посмешище. А российская армия, ты читаешь, не меньше меня аналитику, в том числе со стороны представителей Пентагона, для которых, кстати, тоже, давай говорить откровенно, это тоже во многом то, как украинцы стали обороняться, стало сюрпризом. Вот ожидали, что Киев возьмут за чуть ли не полдня, за день максимум за два, посмотри, 13-й день войны, да, и готовится такая вот вторая волна, и на самом деле, и анализировали вообще боеспособности российской армии, и обмундирование, и логистические проблемы, ну и, конечно же, самое главное, разведка. Вот этот поразительный факт, я не знаю, как ты это себе объясняешь, что вот был такой просчет, то есть какой здесь фактор играл главную роль вот в такой оплошности, будем говорить мягко. Ну, я думаю, что первый момент это российская автократия, власть развращает, как известно, абсолютная власть, развращает абсолютно, у Путина в России абсолютная власть, его не сдерживают ни собственные элиты, как мы видели из того памятного нам заседания Совета Безопасности, да, где он публично унижал тех членов Совета Безопасности, которые немножко там осмеливались отклониться от партийной линии, вот, и, конечно, народ российский тоже никакого сопротивления не оказывает, более того, я не хочу, как многие россияне это делают, оправдывать россиян, да, там мы понимаем, что там 50 плюс процентов, они поддерживают войну, понятно, что они поддерживают то, что они как бы там видят, то есть нацисты какие-то, захватившие Украину и прочее, но тем менее это факт, то есть не нужно говорить, что все россияне против войны, к сожалению. Вот, значит, первый момент – это абсолютная власть Путина, которая и его, как бы, вот эти империалистические устремления, которые накладываются на вот веймарский синдром, а расистский – это недоразложившийся, я считаю, недоразложившийся совок, вот это вот влияние наследия Советской империи, да, это Российская империя, то есть империализм в мозгах, мнение там большинства, да, что мы имеем право какое-то диктовать соседним странам, как им жить. Второй момент – это коррупция. Вот на Западе коррупцию принято ругать и, в принципе, заслуженно, но на самом деле в какие-то моменты, в некоторых обстоятельствах коррупция – это благо. И как мы видим, у российского военных, у них просто куча неработающих вещей, там что-то разворовано, там они очень долго стояли вокруг границы с Украиной, там еще, наверное, продавали какие-то вещи по дешевке, чтобы там как-то развлечься и так далее, и так далее. Часть даже военных на Тиндере пытаются писать любовные сообщения украинским девушкам, и благодаря этому их выслеживает украинская разведка. Но вот это вот разложение, как вообще такая осень патриарха разложения российского авторитарного режима, оно как бы оказывается благоприятным для Украины в этом плане, потому что действительно все не так, как Путину докладывают. Ну, то есть вот авторитаризм – это такая изоляция лидера, который не знает, не понимает ситуации толком, которую ему не доносят, да, и второе – вот коррупция, которая, в принципе, эндемична российской политической системе, в данном случае она играет, может быть, не самую плохую роль. Но проблема в том, что, к сожалению, нет механизмов, каналов обратной связи для Путина, он не получает обратную связь. И, к сожалению, какой бы там ужас ни происходил на полях сражения… И, кстати, огромное спасибо Украине, например, за то, что была вот эта инициатива матерям российских солдат, родственникам, да, можно находить их, обращаясь там по каналам украинским, которые были созданы. Это здорово и как пиар-ход, и как вообще просто гуманистический такой жест, который сама Россия не делает. Россия, как всегда, исторически закидывает телами своих солдат просто врага. Понятно, бабы новых нарожают, к сожалению, мы снова это видим. Даже по информации со сражений просто не убирают даже тела погибших своих. Опять же, к сожалению, это все ужасно напоминает то, как вели себя советские военнослужащие, советская армия в советские годы во время Второй мировой войны. В общем, если вернуться к вопросу, да, вот это характер авторитарного режима плюс характер системы чрезвычайно коррумпированной. Вот, но, к сожалению, именно это отсутствие обратной связи, оно препятствует Путину, как бы, не дает ему возможности переоценить, даже если бы он хотел переоценить ситуацию. И в связи с этим, даже несмотря на эти чудовищные потери, которые российская армия сейчас терпит, маловероятно, что это убедит его остановиться, откатить назад. То есть нужен более сильный удар, такой, чтобы у него просто не осталось ресурсов в распоряжении, чтобы он остановился. Пока же то, что мы видим, это настойчивые слухи, которые ходят по России о том, что будет всеобщий призыв. Уже есть примеры, когда там знакомые знакомых в Москве получали какие-то повестки, какие-то страшные ходят слухи о том, что там людей вызывают в налоговую, там заставляют подписать договор о контрактной службе. В общем, к сожалению, вот эта ситуация и полная изолированность российского лидера от внешней информации, она говорит о том, что он не остановится в ближайшее время. И здесь, конечно, опять же, меня, как россиянке, возвращаясь к тому, просто обидно, что почти 150 миллионов народ, если с Крымом считать, я, к сожалению, приношу свои извинения еще раз, Украине, он не в состоянии никакие сдержки противовеса установить своему лидеру. Абсолютно бесконтрольный диктатор с ядерным оружием наверху огромной страны, власти огромной страны. И вот это, конечно, очень страшный момент. И вот новость сегодня, мы получаем уже подытоживание этой политики санкций и астракизма, которым была подвергнута Россия в рекордные сроки. Я такого ничего подобного не видел. Можно сравнить разве что с Ираном в 2008 году, и тем не менее все равно несопоставимые масштабы. Россия стала объектом более 5530 мировых санкций и таким образом является самой подсанкционной страной в мире. Как бы, ну, я не знаю, то есть, вот это наивно полагать. Понятно, что санкции – это долгоиграющая штука, но они будут еще даже увеличиваться, понятно, с каждой волной, с каждой попыткой штурмовать украинские города, которые заканчиваются разрушениями и гибелью мирных жителей. То есть, это действительно какая-то вот race to the bottom. Просто Путин стремительно падает в канаву и пытается взять с собой туда Украину, судя по всему. Странная катастрофа здесь без сомнений. Значит, Украина, конечно же, страдает чудовищно, просто уничтожаются ее части, но при этом Украина сильна, вот это вот объединилось, сформировалось как мощнейшая нация, вот эта шутка, да, что теперь надо не Украину в НАТО, а НАТО в Украину принимать, потому что Украина ведет себя, просто борется мужественно, абсолютно героически и вызывает огромное восхищение всего мира. То есть, в этом плане, как бы в будущем, я уверена, будет огромная поддержка Украине, направленная на ее восстановление. В российском случае катастрофа другого характера. Во-первых, мы видим действительно беспрецедентное бегство, уже всех минимально прозападных россиян, порядка 200 тысяч уже сбежали за это непродолжительное время по статистике. А кроме того, она просто скатывается в бездну. Это гитлерская Германия, да, где установлен уже действительно тоталитарный режим. Я думаю, об этом уже можно говорить. Я раньше не любила это слово, но сейчас действительно уже просто обрублены все, уничтожены все независимые источники информации, заблокированы упорные слухи о том, что Путин создает свой собственный суверенный интернет. Ну и, конечно, еще экономический удар, который отбрасывает Россию дальше Ирана. Все совершенно верно, ты сказал Питер, что это будет хуже, чем Иран. Совершенно беспрецедентно для глобальной экономики такого масштаба. Сейчас очень активно обсуждается нефтяное и газовое эмбарго. Насколько это получится у Запада, не совсем понятно, с учетом зависимости от нефти и газа российских, но безусловно максимум, который возможен, Запад сейчас сделает. То есть мы действительно имеем пример беспрецедентного просто изоляции и откатывания назад одной крупной страны в 21 веке. Это новое. Для россиян, которые не могут уехать, которые остаются внутри, которые не все поддерживают режим, это больно, конечно, и страшно. Это действительно такая вот изолированная нацистская Германия. По санкциям надо понимать, что Россия будет помогать их обходить. Китай, какие-то еще другие страны. То есть это, к сожалению, обеспечит режиму на какое-то время балласт, на какое-то время удар, не знаю, что он будет, он будет несколько смягчен тем, что появляются альтернативы канала. И второй момент. Была хорошая социология, которая показывает, что, конечно, бьет эти санкции прежде всего по самым модернизированным группам. То есть это такой верхний и средний класс. Те, которые ездят за границу активно, эти люди, как правило, которые имеют какие-то сбережения, как правило, там, в иностранных валютах, теперь они потеряли доступ к этим своим сбережениям. Внутри страны они заморожены, снаружи страны они, скорее всего, просто не будут иметь к ним доступа. Но эти группы, они наиболее такие прозападные, модернизационные. И в этом плане получается так, что как раз группа поддержки Путина, такой глубинный народ, которого ни сбережений, ни поездок на Запад, ничего этого нету, они в меньшей степени от этого пострадают. Но, опять же, о чем здесь говорить? Санкции бьют по тому, до чего они могут дотянуться. Но не могут они достать этот глубинный народ, который работает, скорее всего, на каких-то госкомпаниях, которые Путин из Кубышки будет подожать, что-то там выплачивать, и которые изначально империалистически так поддерживают династификацию, условно, в кавычках, Украины. Но все равно до них тоже это дотянется, так или иначе, и этот удар по режиму очень сильный. Многие аналитики даже говорят, что в режиме остался год. Мне трудно сказать, я пока вот таких прогнозов не делала. Мы, думаю, наблюдаем действительно начало конца путинского режима, но вот сколько именно этот конец продлится, к сожалению, и сколько он за это время зла успеет сотворить, к сожалению, пока еще говорить рано. Но удар действительно беспрецедентный, и Россия, конечно, откатывается, очень сильно откатывается в своем мировом экономическом, политическом, социальном развитии на долгие-долгие годы назад настолько сильно, что даже Иран уже в лучшей ситуации по сравнению с тем, что ожидает Россию. Ну, совершенно верно. Мария, по поводу Запада, хочу отдельно с тобой, ты все-таки сидишь в Вашингтоне, отслеживаешь всю эту кухню в Аштотску, и по поводу того, да, сколько еще режиму жить, ну, сравниваю сейчас уже эту, можно уже говорить, провалившуюся кампанию, по крайней мере, или как ее рисовал себя Путин, учитывая, что уже шли вагоны с комплект... транспорт шел с вагонами... извини, транспорт с парадными обмундированиями, и готовился аппарат по Хрещатику, наверное, ну, я не знаю, с тем, чтобы водрузить триколор там над правительственными зданиями. Ну, видишь, этот план явно провалился. Поэтому кампанию эту сравнивают с 905-м годом и с провалом России в русско-японской войне, кто-то сравнивает с крымской кампанией. Но после 905-го года режим Николая II еще держался все-таки 13 лет, поэтому, да, это удручающий, наверное, прецедент, не знаю, выдержит Россия еще 13 лет такого вот правления. Смотри, по поводу все-таки... Все называют, что Китай здесь, конечно же, играет ключевую роль. Китай, в принципе, буквально одним звонком от Си Цзиньпиня мог бы, возможно, остановить вот то, что происходит. И, судя по всему, для ребят из Политбюро это было подставой. Возможно, они не знали, что что-то готовится, но вот вырисовывается картинка, что они не знали масштаба того, что готовит Путин. То есть у тебя есть какие-то надежды на то, что Китай все-таки одумается, поймет, что все, что происходит, грозит экономическим коллапсом, ну, если не коллапсом, то большим кризисом, а Китай от этого явно не выиграет? У Китая очень интересная позиция. С одной стороны, худшего не произошло, то есть были такие апокалиптические прогнозы, что вот сейчас Путин скоординируется с Китаем и пойдет на Украину, а Украину брать, а, соответственно, Китай пойдет в Тайвань. К счастью, этого не случилось, и надо понимать, почему, да. Китай – это держава, которая в долгосрочном периоде выигрывает от той динамики глобализованного мира, того направления, в котором развивается мир. Это так называемая растущая великая держава. А Россия – это великая держава на спаде. Она была на спаде еще до начала конфликта в Украине. То есть она в долгосрочном периоде становится слабее. Это одна из причин, почему Путин решил Украину атаковать сейчас. То есть в будущем Украина вооружилась бы еще сильнее и была бы еще больше получила бы поддержку от стран Запада. И с ней бы труднее было справиться, чем сейчас. Россия как раз в демократическом, экономическом плане она уже на тот момент находилась на стадии спада. Ну а после того, что сейчас в ней после этих санкций, которые, кстати, не было, Николай II после русско-японской войны не испытал на себе подобного санкции. Вообще имела дело с беспрецедентным масштабом санкций, но и беспрецедентное, конечно, нарушение международного права, которое Россия сделала сегодня. Вот, значит, поэтому Китай не заинтересован фундаментальной ревизией текущего порядка, потому что он в долгозрачном плане выигрывает, он растет, даже относительно США, уж не говоря о других странах. Но с другой стороны, я не вижу, как бы, Китаю особой выгоды и останавливать сейчас Россию. Мы видим, что есть аккуратные заявления и его ближайших элит, что вот все-таки мы хотим мира. То есть, на самом деле, особой поддержки риторической России он не оказывает. Но, безусловно, есть поддержка там в плане санкционов. То есть, уже, например, было объявлено, что вот карты МИР в сочетании с какой-то платежной системой китайской позволят россиянам, например, расплачиваться за границы, и чего они сейчас лишены, потому что виза Мастеркард отказались работать с российскими банками. Значит, почему Китаю это выгодно? Ну, потому что те процессы, которые аналитики и другие предсказывали произойдут в течение 10 лет, то есть, Россия становится придатком Китая, сейчас они у нас случатся, скорее всего, за год. Вообще, все очень ускорилось. То есть, Россия фактически полностью сейчас становится зависимой от Китая, потому что это единственный способ как-то пережить, переварить, хоть как-то там оставаться на плаву в рамках этих санкций. Вот я уже говорила, платежная система. А китайцы, в принципе, люди рациональные, расчетливые и, конечно, своего не упустят. Кстати, турки тоже ведут себя сходным образом. Соответственно, полная зависимость от Китая. Китае это выгодно. Почему не получить себе одного еще вассала на абсолютно побросовой цене, так сказать, фактически ничем за это не расплатившись. Единственное, что вот это вот и вообще Китаю характерна такая вот очень гибкая дипломатическая позиция и нашим, и вашим. То есть, с одной стороны, как бы и Западом на дипломатическом основе, Китай, безусловно, боится подобного испытательности то, что случилось в России, потому что Китай гораздо больше зависит от глобализованной экономики, от торговли США и мерам, чем Россия. А с другой стороны, при этом, почему не воспользоваться такой возможностью, услужливо предоставленной другом Путином и, соответственно, взять на откуп по дешевке всю Россию, потому что сейчас, конечно, там возникают огромные возможности для китайского бизнеса и заработать, может, будет очень хорошо. Вот, соответственно, единственное, где я вижу ограничители, это то, что сейчас США пытается, и Запад пытается Китай заставить все-таки перестать помогать России обходить санкции. Уже было по этому поводу ряд заявлений западных чиновников. Вот это вот очень любопытно наблюдать, получится ли у Запада, значит, как-то ограничить Китай в этих вопросах. Но думаю, что в целом динамика будет такая, то есть Россия все больше будет впадать в зависимости от Китая в долгосрочном периоде. Я сказал по поводу того, что Запад делает уже больше, чем от него ожидалось. Но, знаешь, каждый раз, когда я смотрю пресс-конференцию Байдена или Блинкина, знаешь, ну вот просто смотрю, скрипя сердцем, потому что иногда, ну, мне кажется, что по части риторики выходят из их уст не совсем правильные вещи. Вот все уже успели прокомментировать решение НАТО не посылать, то есть не закрывать воздушное пространство над Украиной. Блинкин на эту тему прокомментировал, знаешь, и до, буквально за какие-то считанные часы до российской агрессии Байден еще раз подчеркнул вот такое неумолимое решение, непреклонное решение Запада не посылать свои войска в Украину. И вот уже сейчас им, скажем так, прилетает по поводу того, что риторика неправильна, формула неправильна, зачем сигнализировать, сигналы, вот сразу с самого начала это, зачем, почему бы не оставить некоторые, скажем так, карты в колоде с целью попытки упредить агрессию? Совершенно верно, Питер, и я согласна, кстати, что это вот, что изначально, дело в том, что Байден с комментируется с самого начала неправильно считывает Путина. Я напомню, что это ведь те самые наши команды, которые в свое время при Обаме были архитекторами перезагрузки, они все время считают, что с Путиным можно о чем-то договориться. Но из самого начала даже этого кризиса, повторюсь, вот еще в апреле 2021 года, когда Россия первый раз стала выстраивать войска на границе с Украиной, мы помним, что Байден ответил на это предложение Путина встретить в Женеве. То есть все время попытки договориться. То же самое было с ноября. То есть максимально огромное количество чиновников в администрации летали в Москву, они всеми силами пытались убедить Путина, что они готовы рассмотреть какие-то его заявления. Даже Байден по НАТО какие-то беспрецедентные тогда заявления выпускал. Они думают, что так они могут Путина сдержать, что можно как-то объяснить Путину, что они готовы договариваться, что они на самом деле не пытаются поглотить Украину, как думает Путин. Они пытаются какую-то угрозу сделать Путину. Но дело в том, что эта тактика совершенно очевидно не работающая. Это всем наблюдателям понятно. Просто Байден и его команда такой тип людей. И они считают, соответственно, что если Путину сказать, что они не собираются Украину в НАТО включать или не собираются закрывать воздушное пространство на Украину, то Путин скажет, о, окей, ну, ребят, спасибо, что объяснили, ну все, теперь я отступаю. Я как бы только этого от вас и ждал заявления. На самом деле понятно, что это не так, что Путин уже в том состоянии, когда, во-первых, от Запада ему никакие заверения не нужны даже. Не то, что не убедят, а не нужны. Напомню, что ультиматум, который был выдвинут Кремлем к Западу вот еще в декабре 2021 года, когда просто сказали, НАТО нужно отодвинуться границам 97-го года. Быстро принимайте, так все, вот мы вам даем неделю, быстро НАТО США рассмотрите это заявление, значит, иначе, значит, они не приняты, значит, будет вам плохо. То есть, там не было какой попытки ожидать от Запада какой-то дипломатии, каких-то переговоров. Ничего подобного не было, и пора бы уже, мне кажется, администрации это тоже понять. Поэтому, да, я согласна, что эти заявления, даже если они отражают реальность, они на самом деле сигнализируют слабость со стороны администрации, администрация пытается как бы не спровоцировать Путина. Значит, но еще добавлю по воздушному пространству. Я все-таки здесь пообщалась с определенным количеством военных специалистов, они объясняют, что данная ситуация закрытия воздушного пространства со стороны НАТО, США, это объявление войны России, по сути, потому что нужно будет нанести удар не только там по самолетам России, которые уже летят, но даже по любым там расположенным, по аэродромам там российским, где готовы к взлету подобные там стоят либо там самолеты, либо ракеты, и это по сути является объявлением войны России, на которое Запад на текущий момент не готов. Хотя надо понимать, что мы в такой ситуации, что это вполне может случиться рано или поздно. И они, соответственно, не хотят, не готовы пока, да, к этому готовы поддерживать Украину косвенно, считаю, что делают недостаточно, могли бы больше, особенно в плане поставок оружия, но тем не менее, вот это некий статус-кво, который сейчас сформировался, и вот, к сожалению, для украинцев воздушное пространство из моего представления в ближайшее время закрыто не будет, но, возможно, альтернатива, которая рассматривается. Ну и второй момент еще добавлю, да, что активно обсуждалось вопрос использования Путина тактического ядерного оружия, к сожалению, мы действительно уже находимся на этом этапе, то есть, если Путин, например, видит, что он проигрывает в Украине, что возможно, да, с учетом того, о чем мы с вами разговаривали, Питер, то вот факт применения оружия тактического, чтобы просто запугать всех, потому что он думает, что он не получит адекватного ответа от Запада на это, и потому что Запад пока толком сам не может понять, в чем может состоять адекватный ответ на применение тактического ядерного оружия. Вот это, к сожалению, та реальность, которая тоже сейчас обсуждается, и она, к сожалению, становится все более вероятной. Причем, это тактическое оружие может быть применено в Украине, а может, кстати, безумно жалко Украину, ну вот просто, конечно, разрывается сердце, когда об этом говоришь, но альтернатива может быть и какая-то страна НАТО с целью максимально напугать, потому что Путин уверен, может думать, так скажем, что адекватного ответа от Запада на это не последует, и так это позволит ему зафиксировать некий выигрыш на текущем этапе. Вот это, к сожалению, та реальность, с которой мы сегодня имеем дело. Знаешь, Андрей Андреевич Пьянковский уже начиная с 2014 года у него такой вот внедрил мем о том, как, во-первых, благодаря этому ведру ядерных помоев Ким Чен Ын успешно весь мир шантажирует, а представьте себе такой вот ограниченный тактический удар по Эстонии, допустим, в защиту русскоязычного населения в Нарве. Он постоянно приводит такой имидж, и что ответит НАТО? Ну, собственно, он резюмирует, что ничего все эти годы, и действительно непонятно. Мы говорим на риторическом уровне, но если Путин это сделает, это будет ему конец. То есть, на самом деле, сами не понимаем механику этого конца, или это образумится его окружение, там, Патрушев и компания, там, Шойгу, и ополчаться против него, но опять-таки, непонятно, насколько это возможно вообще, учитывая, что самый охраняемый сейчас человек в мире, и, наверное, во всей истории человечества, без преувеличения, можно сказать, или это будет какой-то ответ от Запада, но опять-таки, это тоже, тогда мы вступаем в фазу всеобщей ядерной войны, непонятно, абсолютно, что называется Uncharted Wars, то есть, свободное плавание, что называется. Ну, единственное, в утешении, я скажу, до нашей аудитории, который, так, я думаю, сейчас хватает повода для переживания, этот вопрос активно обсуждается, и, в целом, если говорить о соотношении мощностей, все равно, НАТО, США, они сильнее России, Россия, мы даже уже сейчас, Россия с Украиной справиться не может, понимаете, и когда, и даже если это там ядерная боеголовка будет выпущена, то с учетом коррупции, того, что мы наблюдаем там, потому что у них разваливаются, условно говоря, танки, то куда она еще полетит при этом, и почему именно она долбанет, там, условно, как всегда, Воронеж, в России есть такая поговорка, долбить по Воронежу, это большой вопрос, то есть, здесь надо понимать, что, конечно, мы в ситуации очень опасно, и все, что угодно может случиться, но говорить о том, что у России полное как бы доминирование в этих вопросах, при том, что она не может с Украиной толком воевать нормально, да, что Украина сейчас, благодаря мужеству, героизму, безусловно, ее людей, но при этом также и тому, что Украина модернизировала армию свою, готовилась, что Россия не имеет, безусловно, преимущества, при том, что над Украиной на текущий момент, при том, что по чисто техническому, отношению доминирования техники, силы, безусловно, Россия имеет преимущество, то есть, о каком, что-то войне, там, ядерной можно говорить, НАТО и США, да, то есть, проблема в том, что, да, вот какой конкретно, наиболее эффективный способ по сдерживать раздерживание России, там, если будет применено тактическое оружие, это сейчас обсуждается активно, но при этом и НАТО и США, все-таки, они, безусловно, доминируют над Россией, и тот факт, что этот вопрос сейчас обсуждается, я думаю, должен нам всем давать надежду, что будет все-таки какой-то адекватный ответ выработан. Ну, и понятно, что применение тактического оружия, это уже однозначно конец путинского режима, я думаю, что это для всех очевидно, то есть, это будет осознанно уж точно, что не просто угроза основной безопасности, о чем я уже сейчас говорю, а уже просто непосредственная текущая угроза, и это означает, что Путину после этого останется совсем недолгом у руля, и это, я думаю, тоже они понимают. Все-таки, возвращаясь, давай, к казус бели, то есть, причина вообще войны, знаешь, очень часто впасть в такой вот, можно легко в синдром, попытки найти виноватых, можно сказать, конечно, что НАТО заигралось в этом непонятном вальсе с Украиной, вместо того, что принять рано или поздно, раз уже этот вальс начался, как допустим, приняли, совершенно не готовых до НАТО, мне кажется, на тот момент, в 2006 году, Румынию и Болгарию, точно так же, как они не были готовы быть приняты в ЕС, это происходило параллельно, политическое решение тут должно было задействовать, недооценили, да, этот факт, вот так ты думаешь, да, с другой стороны, вот ты говоришь о том, что Запад отказывается понимать Путина, они постоянно наивность в этом, собственно, остановило ли бы это его, собственно, ему дали понять, что НАТО не будет расширяться в ближайшее будущее, и я не думаю, что он верил, что Украина является военной угрозой, мне так кажется, все-таки, целью-то его было все-таки просто найти, дойти до теплых морей, отвоевать эти города, которые он читал исконно русскими, декоммунизировать Украину в ее до-ленинских границах, мы все помним эту его попытку быть таким историком, аматором, по поводу возникновения Украины, то есть ему на самом деле нужна или Украина, или часть Украины, потому что я тоже этого избегал, таких штампов, что Путин реально хочет воссоздать Советский Союз, но судя по всему, это так, и он это сразу дал понять, когда сказал еще в начале своего правления, что считает распад Советского Союза главной геополитической трагедией 20 века. Да, совершенно верно, Питер, кстати, я еще подчеркну, то есть есть долгосрочные соображения, которые Путина в Украину привели, а есть долгосрочные, то есть повод для войны. Так вот еще почему мы видим такой скоординированный ответ Запада? Ну, просто никакого повода не было, они даже не потрудились там минимальное что-то там такое инсценировать, там какой-то был обстрелен, там какой-то совершенно сарай, то есть вообще-то даже Гитлер все-таки ну инсценировал там может быть не очень успешно, да, но всякие там террористические атаки, а здесь это отчасти на мой взгляд кстати выигрыш западной разведки американской, которая сливала всю информацию там с середины ноября и под микроскопом там все действия российских вооруженных сил держала и также видимо Украина, которая и Зеленского, которые видимо благодаря этой информации не велись на провокации российские, в общем-то война была крупнейшая там со времен Второй мировой войны война в Европе начата вообще без какого-либо формального предлога, то есть ну просто Путин обиделся очень сильно на Украине. Второй момент, чего он все-таки пытается достичь, да, совершенно верно, я согласна здесь Петер, что вот это вот советское какое-то переначивание советской истории, попытка остаться в истории Путина самого, это явно, то есть ему очень как-то важно какой-то вот аккордом каким-то последним завершить, аккорд, конечно, получился, но, боюсь, совсем не тот, который он планировал, и вот какая-то квази-СССР вкупе с русским миром, какой-то гибрид, потому что здесь еще и Беларусь присутствует, и Украина, то есть, допустим, вот Казахстан его не очень интересует, он именно явно идет вот исходя из того, что славянское братство какое-то он выстраивает, хотя, конечно, при этом между нашими народами просто проложил разделительную черту на долгие-долгие годы, это без вопросов, значит, Украина Путина беспокоит давно, то есть, кроме всего вот этого, видимо, идеологического выстраивания какого-то объединения земель русских, там, условных, со славянами, это Беларусь, Украина и Россия, да, есть явно какая-то болезненная зацикленность на Украине, еще там 2003-2004 года оранжевая революция, потом у нас идет, соответственно, 2014 год и вплоть до 22-го, ну, не дается Украина Путину, вот как Костю в горле пытается он ее всеми способами привязать к себе, а Украина упорно отбивается, да, и явно его на этой теме какое-то развелось эмоциональное просто вот обида, это видно из его статей, из его вступлений, вот та статья памятная лета 21-го года, где он пишет, что вообще Украина как страна никогда насуществовала, она же вся на эмоциях, то есть ее просто страшно читать, многие люди, прочтя ее, сказали, ну все, действительно война, потому что совершенно очевидно, что он болезненно, болезненно зациклен именно на Украине, и надо сказать Украине большое как бы спасибо за мужество и способность сопротивляться устойчиво на протяжении там 20-ти лет его вот этим имперским амбициям, да, и замашкам, то, чего не смогли абсолютно россияне, и, к сожалению, не смогли белорусы тоже, потому что фактически сейчас Беларусь там де-факто поглощена, да, там, аффилирована с Россией, через нее в том числе идут, войска, как мы знаем. Поэтому, да, это какой-то вот попытка как-то переначать, переинтерпретировать советскую историю с советским ядром славянским внутри, но, однако, я бы не говорила, что он не обязательно остановится на этом, потому что, как известно, аппетит приходит во время еды, то есть ему сошло легко слух с рук относительно, аннексия Крыма, и следующим этапом стала вся Украина. Если Украину сдастся, то, например, при Балтике, при Балтийских странах, да, четкое ощущение, что они могут быть следующими, Польша так приготовится Польша, что называется. Это одна из причин, ну, здесь, наверное, произведет несколько, там, эгоистично, да, одна из причин, почему западные страны максимально пытаются сейчас помочь Украине. Очень хорошо восточноевропейские страны прекрасно понимают, что почему, собственно, Украине нужно ограничиваться, да, но при этом, конечно, Украина в сознании Путина играет особую роль, она, Путин, абсолютно важнее России и вообще всех стран мира, мне кажется, на этот момент, и, как минимум, это, безусловно, огромная заслуга украинцев, что они в течение 20 лет оказывают упорное, успешное сопротивление вот этим имперским замашкам и обидием российского диктатора. По поводу Кауза Белли, ты правильно сказала, действительно, это какая-то, абсолютно, есть такое украинское слово хорошее, несграбное, такая, несус какая-то, ну, плохо проваренная, скажем так, да, идея какой-то провокации на Донбассе, опять-таки, благодаря сигналированию со стороны Запада, да, мы, находясь в Украине, знаешь, честно признаюсь тебе, нас это немножко начало раздражать. В Украине, ну, когда ты находишься внутри, это, наверное, психологический момент, до конца не понимаешь и не хочешь верить, что это произойдет до последнего, хотя тебе уже говорят вот, вот-вот, но, тем не менее, это упредило его самые, наверное, ужасные сценарии такого какого-то false flag operation, там, какого-то гляйвица условного, да, поэтому то, что произошло, это было, ну, никого не убедило, и про это уже сами русские пропагандисты забыли, с тех пор поменялось Каузабеля несколько раз, сейчас они уже цепляются за речь Зеленского в Мюнхене, где мы, кстати, с моим коллегой Трассой Березатцом бы присутствовали на этой конференции в Мюнхене, вот, кажется, что это было несколько десятилетий назад, это мирное время, и мы ходили в пиджаках, в костюмах, и вот сейчас он цепляется, что вот Зеленский пообещал пересмотреть меморандум, и у Украины, мол, столько возможностей сейчас воссоздать ядерное оружие, и это продается, и хавается абсолютно русской публикой, я смотрю, то есть, ну, этим вот, глубинной Россия, ему больше ничего не надо, хотел спросить по поводу зачистки медийного поля, насколько в этих условиях вообще можно рассчитывать, что это протестное движение в России обретет хоть сколь-либо значимый масштаб, чтобы как-то влиять на Путина и его окружение? Да, к сожалению, надо сказать, что вот россияне безумно разочаровывают и печали, то есть, ну, казалось наивно, наверное, да, что уж войну-то с Украиной, ну, как бы, я понимаю, что украинцы сейчас так не думают, но все-таки близким на стране культурно и родственном плане, у всех родственники в Украине те или иные, да, но уж это, должны же они, должны же они хоть этому возразить, нет, нет, большая часть населения, там, 50-60 процентов по разным вопросам, они, видимо, съедят все, что Путин им продастся, я не удивлюсь, что они съедят даже и ядерную войну, там, значит, на нас напали нацисты, и по разным вопросам, я там делала небольшую по этому поводу заметку, уже с 14-го года там такие вопросы задавались, готовы ли вы воевать с Украиной, и был ответ, да, готовы ли вы, 50-ти процентов, там, плюс, готовы ли вы, что ваш сын там пойдет умирать в войне с Украиной, да, и санкции тоже готовы, и все это порядка 50-ти, то есть эти 50-плюс процентов россиян, видимо, готовы вообще поддержать абсолютно все, любую агрессию против любой страны и при любых условиях, вот это, конечно, страшно, и как раз говорит о том, что Россия нужна в конце этого, если это когда-нибудь все закончится, этот этап, действительно, политика, целенаправленно, депутинизация, декоммунизация, то есть вот то, что прошла Германия после своего опыта с Гитлером, но напомню, что Гитлер-то у руля там был порядка 12 лет, а мы имеем дело 70 лет Советского Союза, да, плюс еще 20 Путина, то есть на самом деле огромная болезненная проблема, которая перестала быть сугубо внутрироссийской проблемой, стала внешней, к сожалению, политической проблемой для всего мира, ну и для Украины в первом числе. Да, значит, отвечая на вопрос Питер, да, к сожалению, заблокированы все источники независимой информации, то есть вот все, так называемые the usual suspects, те каналы, которые были независимые, особенно, конечно, сильно ударит дождь и эхо Москвы, это там крупнейшая независимая радиостанция с 30 лет вещавшая, причем ее финансировал Газпром, то есть зависимость была условной, и даже ее заблокировали, то есть в стране де-факто введено военное положение, хотя оно, как обычно, в насильском, да, вот это гибридный характер для Кремля политики, формально не анонсировано, но при этом абсолютно все независимые источники уничтожены, остаются несколько приложений, прежде всего Telegram, через которые еще можно как-то коммуницировать информацию, но надо понимать, что каждый раз блокировки, они снижают число оставшихся юзеров, да, то есть заблокированы Facebook и Twitter, например, понятно, что часть людей перешло в Telegram, но многие потеряются, там, не смогут установить какие-то необходимые это не сработает, и это все, то есть Кремль в этом плане, он выигрывает тактически, кроме того, упорно ходят слухи о создании суверенного интернета, есть объявление, что с 11 марта требуется, чтобы все госструктуры перешли, Кремль требует, чтобы все госструктуры перешли на русские доменные имена, и что в перспективе будет отрезать Россию от каких-то вообще внешнего интернета, то есть внутри, вот в разуках русского этого сегмента интернета будет все мониториться очень активно Роскомнадзором, и там очень просто выявлять любых несогласных. Это все, конечно, очень грустно и печально, мы теряем доступ к аудитории, которая изначально у нас была не очень большой, и на это все накладывается огромная иммиграция, то есть уезжают как раз именно люди, которые не согласны там, которые все это не могут приемлить неморально никак, и при этом понимают, что для них будущего в этой стране нет. Но, вот принято говорить, что Россия и Россия ничего не знают, вот до них не достучаться, они не знают гибнутых мальчики, и они не знают, какие ужасы творятся в Украине, да, но при этом, вот если вы посмотрите на очереди, которые выстроились после ВК, например, когда Икея объявила, что она уходит из России, или в банкоматы, когда была объявлена о санкциях, возникает вопрос, откуда они узнали об этом, неужели мы рассказали там в Вестях недели о том, что будет ужас, 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 что санкции, и там теперь мне невозможно будет купить ничего в Икее. Сильно сомневаюсь, я подозреваю, что они в интернете прекрасно информированы о том, что происходит, когда это касается их личных интересов, а когда это не касается их личных интересов, какой-то там в Украине, кто-то там гибнет, ну ладно, там главное, какой будет курс доллара, да, то есть отчасти я хочу подчеркнуть, что Россия не представляет сегодня нацию, да, это кучка разрознятых атомизированных индивидов, которых интересует только личное благосостояние и ничего другого не волнует. Они, эти люди, при желании могут узнать правду, в конце концов интернет проникает в большинство там крупнейших городов, это только там в селах, деревнях, где с этим проблемы, да, просто эта правда по какой-то причине на них достаточно пока не влияет. В этом плане есть независимые источники, нет независимых источников, это вторично. Первично это желание знать правду и понимать, что заужится, и эмпатия, да, вот сочувствие другим, чужому состраданию. Пока, к сожалению, в большинстве случаев мы этого не наблюдаем. Это очень атомизированная, потерянная, разрозненная страна, у которой нет ничего общего, одна из причин, у разных групп населения нет ничего общего, это одна из причин, почему у нас постоянно возникает авторитаризм, да, это единственный способ удержать эти разрозненные группы людей вместе. Но есть способ им тоже ощутить на себе ту боль, которую испытывает Украина в результате действий российских, это санкции. И санкции, конечно, ударят. Они, как мы говорили, ударят, прежде всего, к сожалению, по модернизированным группам, но это глубинного народа частично эхо долетит. Уже сейчас начались, например, очереди, там, нехватки каких-то продуктов в магазине, нехватка медицинских средств, там, лекарств. Рано или поздно это все на них тоже скажется, может быть, не так остро, но тем не менее. И это будет способ им узнать о том, что происходит в окружающем мире. Ты не сказал, на самом деле, я не спросил, неужели ты в Вашингтоне сейчас? Нет, я сейчас в Восточной Европе, но я скоро буду в Вашингтоне. Потому что на меня накрыло чувство вины за то, что если это Вашингтон, это уже 5 утра, и ты включилась к нам в 5 утра, я просто тебе никогда бы не отплатил за такое. И хотел тебя уже отпускать, что ты пошла, спала, поспала. Но я обещаю, последний вопрос, и вот он такой всеобъемлющий, все-таки, да, стало говорить про атомизацию, про разрозненность России, но она еще разрозненно существует на уровне федерального устройства России, где в составе этой недоразвалищейся империи продолжают оставаться республики, тот же Кавказ, который, ну, ничего общего культурно-этнически, лингвистически с восточными славянами не имеет. И мы сейчас видим, как разваливается тактика деэнеризации Украины в ее, ну, в полном масштабе. Мы видим, как развенчивается, разбивается в пух и прах миф о этих бесстрашных и страшных кадыровцах, да, ты знаешь, в чем я говорю, как они разбиваются здесь, и отряды кадыровцев и так далее. И вот в условиях этого можно ли ожидать, что все-таки начнется отползание все-таки республик на рост сепаратистских настроений, в России, что что-то может начаться и в Чечне, контестация вот между тейпами, если мы видим, что кадыровцы проигрывают и зашатается трон Кадырова, который является очень серьезным, мне кажется, серьезной подпорой путинской вертикали сейчас на уровне федерации. Да, совершенно верно, Питер, очень хороший вопрос. Вообще, я напомню, когда 30 лет назад распался СССР, очень многие удивились, как бескровно, мирно он случился, да, вот просто странно взяли и расстались, решили, что они хотят больше быть вместе. И даже проблема ядерного оружия, который очень Запад опасался, почему-то многие на Западе не хотели распадать СССР, они боялись, что окажется ядерное оружие всех стран, его составляющих, она была очень решена легко, да, в том числе благодаря памятному Птапешскому меморандуму, который Украина этого лишила в обмен на гарантию ее целостности. Но в реальности, как мы теперь понимаем, 30 лет спустя, одна из причин, почему это случилось так бескровно, видимо, состоит в том, что он распался не до конца. И на наших глазах мы, к сожалению, непосредственно участники, а прежде всего украинцы, участники этого процесса продолжающегося распада Советского Союза, к сожалению, гораздо более кровавого и с непредсказуемыми даже ядерными последствиями, к сожалению, в рамках того, о чем мы говорили. У России есть вот эта закономерность, что центробежные тенденции усиливаются, когда Россия слабая. То есть, действительно, Россия не нация, нет общего ядра ценностного представления пути развития страны, которое бы объединяло россиян. Это кучки людей очень разрозненные, совсем разные, с разными чеченцев, с россиянами, откуда-то из Петербурга, это разные люди, которых очень много удерживают, очень мало общего. Они имеют разные представления о том, куда эта страна должна двигаться, о том, что хорошо, что плохо, о представлениях, о правилах и так далее. И удерживать, это, по сути, полуимперия сохранилась во многом. И удерживать такую страну исторически могла только авторитарная сильная власть в кулаке. Поэтому отчасти размеры России это непосредственно причина, одна из причин ее авторитаризма. Очень трудно существовать такой стране в рамках демократии, потому что сразу начинается сепаратизм. Мы в 90-е годы это наблюдали, отчасти были подобные тенденции при распаде Российской империи. И, соответственно, центробежные силы сразу же начинают давать себе голос, как только страна ослабляет. Если война затянется с Украиной сегодня, если ресурсов будет у России все меньше в результате санкций, будет кризис экономический, и при этом, как ты говорил Питер, будет очевидно, что война идет не так успешно, что есть проигрыши, что имидж тех бравых солдатов, каких-то героев, он совсем не подтвержден. Реальностью пойдут трупы, как из Афганистана, все это, безусловно, должно начать центробежные тенденции. И тогда мы действительно увидим многие неприятные события, происходящие в рамках уже России, когда центр, трон начнет шататься, а многие регионы начнут заявлять о желании больше автономии и отделения. Это, кстати, на мой взгляд, не худший сценарий, он бы как раз помог Украине, мне кажется, во многом, потому что он переключил внимание Кремля с внешних проблем на внутренние. Но, чтобы такое произошло, до этого требуется затяжной конфликт, пока еще по результатам, полутора недели, двух недель, которые мы сейчас наблюдаем эту войну, ужасно, пока, конечно, говорить об этом мало. Но это вполне один из возможных сценарий того, что может произойти, если затянется война. Мария, спасибо тебе огромное. Как всегда, просто, ну, обязательно выложим отдельное твое интервью, разошлем максимально, потому что в такой концентрированной форме столько информации полезной, ну, наши зрители должны это увидеть максимально и увидят, и услышат. Спасибо тебе огромное, что была с нами, надеюсь, не последний раз. С нами была Мария Снеговая, политолог, научный сотрудник Института Европейских, Российских и Евразийских исследований. Маша, thank you. Спасибо.